Впереди у многих экзамены и поступление в ВУЗы. Наверное, поэтому многие вопросы, которые приходят на нашу почту, касаются этой темы. Мой сын после окончания колледжа, он получил среднее специальное образование и поступил в российский ВУЗ. Возможно ли льгота по подоходному налогу? Разберемся, на какие налоговые послабления можно рассчитывать при обучении в российском или другом зарубежном ВУЗе. Мы говорим о налогах доступно. Объем льгот зависит от того, обучается ли ваш ребенок за пределами Беларуси в зарубежном, как вариант, российском ВУЗе, или остался на родине, выбрав филиал такого ВУЗа. В Республике Беларусь считает деятельность в сфере образования несколько представителей иностранных ВУЗов. В частности, это два российских ВУЗа. Это Российский государственный социальный университет и Российский экономический университет имени Плеханова. Если ребенок обучается в одном из этих двух ВУЗов, то родители имеют право на стандартные и социальные имущества налоговой вычеты. Таким образом, при получении образования возможно две налоговые льготы. Это стандартные и социальные вычеты. Социальный вычет предусмотрен на тех, кто платит за обучение, свое или близкого родственника. Стандартным вычетом пользуются граждане, у которых есть иждивенцы, в частности, ребенок-студент. Теперь детали. Важнейшие условия для получения социального вычета – обучение только в белорусских учебных заведениях или зарегистрированных в Беларуси филиалов зарубежных ВУЗов. Для стандартного вычета национальность ВУЗа не играет роль, но критичная форма обучения – только дневная. А вот для социального вычета эта позиция не имеет значения, но важно, чтобы студент получал именно первое образование – профессионально-техническое, среднее, специальное или высшее. Оговорка первая – принципиально и для стандартного вычета. На какой размер льгот можно рассчитывать? На всю стоимость обучения в случае социального вычета для претендентов на стандартный вычет от налога освобождается фиксированная часть дохода. В 2019 году – это 32 рубля в месяц. Пример. Сын гражданки Ивановой получил образование в Белорусском колледже бизнеса и право на платной основе. По месту основной работы гражданка Иванова могла воспользоваться и социальным, и стандартным вычетом. Но студент Иванов не остановился на достигнутом, уехал в Петербург и продолжил обучение в экономическом российском вузе на дневной форме обучения. В этом случае гражданки Ивановой осталось право только на стандартный вычет. Какие документы надо представить, чтобы получить стандартный вычет, если сын или дочка учатся в зарубежном, например, в российском вузе? Если вашему ребенку 18 лет, то вам неприходимо предоставить документы. То, что он обучается на дневной форме, получает первое высшее образование. Иначе в налоговом вычете вам будет отказано. А на льготу могут претендовать один родитель или оба. На вычет могут рассчитывать и папа, и мама, так как студент является иждивенцем по отношению к обоим родителям. Таким образом, и мама, и папа, студенты Иванова могут получать ежемесячно освобождение от подоходного налога своих доходов в размере 32 рубля. Или 384 рубля за 2019 год. То есть каждому родителю удастся сэкономить на налогах почти 50 рублей. Льгота будет действовать, пока студент Иванов не закончит вуз. Занятно, что получение этой льготы не привязано к возрасту ребенка. Великовозрастный сын или дочка могут поступить на дневное отделение вуза и все равно будет считаться, что они сидят на шее у родителей. Таких ограничений нет, поэтому ребенок, даже довольно взрослый, 35-40 лет, который получает первое высшее образование на дневном отделении для своих родителей, будет считаться иждивенцем. При этом, независимо от того, получают какие-то доходы, заработную плату и так далее. Главное условие – первое высшее образование и дневная форма обучения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова